О спорте, благоустройстве и юмористах смотрите в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. С 14 по 15 марта в детско-юношеской спортивной школе «Триумф» прошли финальные игры открытого чемпионата Славянского района по баскетболу среди мужских команд. Турнир был посвящен памяти председателя Федерации баскетбола Александра Ивановича Полозюк. По итогам спортивной борьбы были определены лучшие игроки чемпионата. А победу в командном зачете одержали сотрудники предприятия «Славянская пусконаладка». В городском Доме культуры прошел фестиваль открытия сезона Лиги КВН «Черное море». Восемь команд из разных городов края приехали в Славянск, чтобы посостязаться в находчивости и смекалке. Матч сборной России против цыганской сборной по футболу. И до начала матча осталось три, два. Сборная веселых и находчивых из Краснодара, Славянского, Кубани, Новороссийска, Станицы Северской сражались за первое место. Ребята должны были показать себя в двух конкурсах – приветствии и триатлоне. По итогам фестиваля победила команда сборная «Новороссийска». В феврале этого года администрация Славянского, Кубани приступила к реконструкции вечного огня в парке «40 лет Победы». Этот постамент был установлен 30 лет назад, к 40-летию Победы, и уже давно требовал обновления. Согласно проекту, здесь предусмотрен пьедестал в двух уровнях и замена плитки в двух уровнях. Работы начали с ремонта газового колодца, с помощью которого горит вечный огонь. Поэтому на время строительных работ подача газа была временно прекращена. На сегодняшний день она возобновлена. Да, выполнены бетонные работы по поднятию первого уровня фундамента под стелу на 40 см и второго уровня на 20 см. Также выполнена укладка 211 квадратных метров новой плитки. В настоящее время работы по реконструкции выполнены на 70%. Запланированный объем работ по ремонту памятника будет полностью завершен к середине апреля. Традиционно в весеннее время на территории края проходит комплекс мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройству. В этом году, согласно распоряжению губернатора Кубани, с 4 марта по 30 апреля проводится всекубанский двухмесячник. В нашем районе за этот период будет выполнена санитарная очистка улиц и скверов. Наведен порядок во дворах многоквартирных домов, на спортплощадках и стадионах, на территориях, прилегающих к социальным, торговым и производственным объектам, на кладбищах. Основной объем работы выполняется службами ЖКХ, рабочими общественно-социальных центров поселений. Но навести полный порядок невозможно без участия жителей, трудовых коллективов, школьников и молодежи. Славянцы всегда отличались тем, что заботились о внешнем облике района сообща, ведь санитарное состояние населенных пунктов зависит от всех нас. 4 апреля состоится всекубанский субботник, в котором мы все должны принять участие. Предприятия и организации разных форм собственности. Жители частного сектора и многоквартирных домов. Волонтеры, все, кто неравнодушен к облику своего города, станицы или хутора. Отнесемся с заботой к своему району, внесем свой вклад в убранство дворов и улиц, парков и скверов. Пусть весна будет цветущей, настроение радостным, город и село благоустроенными и красивыми. В Славянском районе проводится комплекс мероприятий, приуроченных ко дню правовой помощи детям, а именно по правовому информированию и правовому консультированию подростков. В учебных заведениях, расположенных на территории города и района, проводятся беседы с учащимися на различную тематику правовой направленности. Сотрудники отдела МВД России по Славянскому району встречаются со школьниками, состоящими на внутришкольном учете, а также учащимися группы риска. Главная цель таких встреч – профилактика употребления токсических, наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними.